Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышней, возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десятиструн на псалтире с песнею гуслих, яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле кругу Твоей возрадуйся. Добрый день! Сегодня мы с вами приступаем к изучению псалтири, одной из самых, пусть может, известных книг священного писания вместе с протереем Алексеем Молодыгином. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Алексей, что такое псалтирь? Это поистине одна из самых, наверное, поэтичных, самых сложных, с другой стороны, самых, пусть может, боговдохновенных творений священного завета. Можно так сказать? Можно так сказать. Действительно, правильная псалтири – это удивительная книга священного писания, которая вбрала себе, может быть, больше, чем другие книги. Об этом и говорят святые отцы, что вся полнота, конечно, в целом священном писании, но ни одна из книг священного писания не вбрала себе столько, сколько псалтирь. Поэтому псалтирь святые отцы называют даже Малой Библией. Это удивительно, потому что действительно псалтири стала самой любимой книгой священного писания, самой читаемой, скажем, книгой, самой употребляемой больше всех в молитвенных последованиях, песнопениях, каких-то в учительных вещах. Об этом мы сейчас с вами и будем говорить, потому что псалтири – это действительно удивительная книга. Почему она так называется? Псалтирион – это греческое слово, и является музыкальным инструментом, потому что именно такой струнный инструмент употреблялись при богослужении Ветхозаветной Церкви, при которой и пели псалмы. Псалтирь называется псалтирию Давидовой. И хотя мы знаем, что в псалтире мы можем встретить различные псалмы и Моисея, святого пророка, и Соломона, и святого пророка Давида. Псалмы. Всех псалмов 150. Русской псалтири – 151 псалом, вернее, в нашей, в новозаветной псалтире. Вот почему. Потому что 151 псалом – это псалом, который рассказывает о жизни Давида, знакомит нас с самим автором этой замечательной богодухновенной книги. Ну и мы понимаем, что здесь разные псалмы, но он называется псалтирь Давидова, потому что в ней 73 псалма Давида и другие, которые не надписаны, кем они были написаны, все-таки их усваивает псалмопевцу Давиду, который и является автором большинства псалмов. Поэтому и в целом псалтирь получает название как псалтирь Давидова. Мы знаем, что псалтирь, имея 150 псалмов, делится на 20 кофизм, которые подразделяются на 20 кофизм. Это более крупные главы, в которые входят по несколько псалмов. Вот такое устройство псалтиря. Псалмы не похожи друг на друга, они имеют различные значения. Кроме того, что они мелодичные и благозвучные, они, конечно, несут еще и смысловой характер. Если мы возьмем псалтырь, то мы обретем массу различных псалмов. Некоторые из них будут являться хвалебные, другие будут являться покаянные, просительные, словословные. Есть, конечно же, и псалмы учительные, но и очень много псалмов, которые свидетельствуют о пришествии в мир Христа, о Церкви Христовой. И эти псалмы называют пророческие, потому что прежде явления в мир Христа они уже возвещали о Христе, и настраивали людей, и возбуждали внутри духовного человека желание и горение, и поиск того времени, когда придет Господь и будет, конечно же, проповедовать слово своей божественной истины. Вот такое внешнее устройство псалтири. Псалтири – самая употребляемая книга. Мы знаем, что псалтири любили петь в ветхозаветном храме, поэтому многие святые прадцы, а мы сейчас живем временем святых отцов и святых прадцев, уже ближайшие воскресные дни будут посвящены этим великим святым. Они как раз совершали свое благослужение по псалтири. Мы знаем, что псалтирь – это та книга, по которой молились святые апостолы, и по которой молился сам Христос. И пел эти псалмы также за богослужением, когда посещал Соломонов храм в Иерусалиме, и также когда посещал синагогу, потому что псалтирь была любима еще в те древние великие времена. И эта псалтирь дошла сегодня и до нас. И мы знаем, что псалтирь составляет огромное, и занимает даже огромное время в нашем богослужении. Если кто не знает, то мы читаем псалтирь во время вечернего богослужения. По нескольку кофей мы читаем псалтирь отдельными псалмами, как то шестопсалми или часы, которые совершаются перед божественной литургией, в конце вечернего богослужения, или перед вечерним, опять-таки, богослужения, как девятый час. То есть псалтирь постоянно используется. Но и этого мало, потому что псалтирь дальше используется и отдельными какими-то стихами в виде прокимнов, в виде аллуриария за богослужение. То есть псалтирь используется во многих местах нашего богослужения. Прошу прощения. Но и есть псалмы, которые наиболее известны даже тем людям, которые не так, может быть, часто посещают храмы или только выцерковляются. Но даже они знают, что есть такой псалм, как 90-й, есть такой псалм, как 50-й. И даже, наверное, присваивают им такую некую ограждающую силу от зла. И люди, когда чувствуют себя в каком-то... Ну, например, там, совершают поездки дальние, особенно на самолёте, то обязательно прибегают к 90-му псалому, считают, что тут он, конечно, поможет в пути. Конечно. Конечно, и не только считают, но это считают не только люди, но и церковь благословляет именно на чтение этих псалмов. И вы совершенно правильно сказали, что не только за богослужением, но и в наших домашних каких-то молитвах предписываются читать определённые псалмы. Готовясь к сегодняшней передаче, я тоже встретил массу различных мест, где говорится, какой псалм в какой нужде помогает человеку. С одной стороны, мы понимаем, что мы не можем делить священное писание. Если ты пребываешь в молитве, то любой псалм тебе может помочь в любых жизненных обстояниях. Но всё-таки этот псалом ещё как-то тебя дополняет конкретно каким-то смыслом, глубиной, и который был написан в тех или иных переживаниях псалмопевцам, в которых мы сейчас находимся, именно в этой нужды и в таких же подобных переживаниях. Поэтому он более теплее воспринимается и, конечно же, более является утешительным, потому что таким мягким пластом ложится на наше сердце. Ну и мы не скрываем и действительно можем свидетельствовать о том, что чтение псалмов заложено и в наши молитвенные последования, особенно утренние последования, когда читается покаянный псалом, 50-й псалом, помилуй имя Божие. И мы с умилением читаем этот псалом, потому что он настолько нашеучительный, он много учит нас, как мы должны жить, что мы не должны делать, и как мы должны приносить, какие воздыхания должны приносить Богу, и что для Бога важно воспринимается от человека, какие-то конкретные наши внешние дела, или все-таки внутренние изменения, или все-таки какое-то движение нашего сердца. Поэтому действительно псалтырь, она встречается везде и всюду. Мы дальше будем говорить еще и о том, что псалтырь не только встречала из наших молитвенных последований, но как она вообще в жизни нашего православного человека, особенно для русского православия, чем являлась псалтырь. Но я бы хотел еще закончить мысль и сказать все-таки о богослужении, как в богослужении используется псалтырь. В богослужении псалтырь используется очень часто. Мы знаем, что псалтырь – это все-таки не тоненькая книжечка, это серьезная, если мы выделим ее из Библии, это серьезные последования, это серьезная, я бы сказал, по объему книга. Но она вычитывается за неделю в суточном круге богослужений. То есть за седмицу полностью вычитывается псалтырь. А если брать сугубые службы, как служба Великого Поста, то за неделю два раза вычитывается псалтырь. То есть псалтырь очень важна. Почему? Потому что она действительно исполнена огромного смысла, но и не только смысла, но и благодатной силы, о чем мы с вами будем говорить далее. Если говорить о псалтыре, то надо помнить о том, как вообще в России, какое было отношение к псалтыре. Мы знаем, что всякий человек, получавший образование в те времена в России, он получал по часослову и псалтыре. Он получал азбуку, а затем читал вот эти две очень важные и сильные книги. Мы помним историю с преподобным Сергием Радонежским, когда он очень сильно переживал, говорится, в жизни не потому, что он был неграмотен, чтобы утешить свою гордыню. Конечно же нет, он рос сугубо смиренным отроком, но он переживал то, что его неграмотность или его неумение читать не дает ему возможность прикоснуться к псалтыре, понять ее глубину и самостоятельно изучать, читать и молиться. Поэтому он очень сильно переживал то, что вот тот духовный мир, который открывается через псалтырь, он для него закрыт. Он очень сильно молился, именно просил у Бога не о том, чтобы Господь открыл ему и дал возможность быть грамотным человеком, просвещенным, а, конечно же, он очень сильно переживал и молился, и просил Бога о том, чтобы Господь дал ему возможность познать псалтырь. И вот псалтырь, она являлась таковой. Почему начинали именно с этой удивительной книги и прививали такую любовь к грамотности, к просвещению через псалтырь? Потому что псалтырь, она сама по себе очень сильная книга. Мы должны об этом говорить. Мы сказали о том, что, как святая цыгает, что она является малой Библией, то есть она в себя вместила все необходимое. Но святый Иоанн Златоуст говорит, что эта книга богодухновенная. Мы не должны говорить только о земных писателях. Мы должны говорить о том, почему мы говорим о книгах, а вообще о священном писании в целом, что эти книги являются богодухновенными, потому что писали земные люди, но Господь располагал их сердца и давало эти мысли их разуму. То есть это не только человек, как некий инструмент, который исполнен был полному послушанию Божьему, и писались эти псалмы для великого назидания народа Божьего, для того, чтобы открыть всю премудрость домостроительства Божьего, которое Господь стал совершать от времени сотворения самого человека. Это очень важный момент. Поэтому не только священное писание, но и сугубо псалтырь является Словом Божьим, исполнено Духа Святого, говорит Иоанн Златоуст. Что значит, если это все исполнено Духом Святым? Значит, человек, прикасающийся к священному писанию, прикасающийся сугубо к псалтыре, для него открывается божественный мир, который в целом заложен в Священное Писание. Ему открывается что? Духовный мир, тайны спасения самого человека, потому что Священное Писание – это божественное откровение, это то, что Господь хочет своими устами открыть и сказать самому человеку. Это уста Божьи. И когда человек читает Священное Писание, он общается с самим Богом. И если я говорю, каждая книга Священного Писания чего-то раскрывает, о чем-то говорит, о своем, о тех каких-то переживаниях, о тех изменах, о каких-то свидетельствах тайн Божьих, то вот псалтырь, она не как все книги Священного Писания, она как бы немножко иная, потому что она вместила все в себя. И всю эту тайну и премудрость во всей полноте открывает. И вместила в себе великую благодать и силу. И особенно очень хорошо говорит святой Иоанн Златоуст, когда призывает к чтению псалтыри, он говорит о том, что человек в течение всего дня оскверняется грехом, которым он сталкивается и которым он творит вольно или невольно. Но когда день закончился, приди домой, открой псалтырь и начинай читать. И псалтырь Духом, исполненным всем святым, этим же Духом очистит тебя от всяких скверных, и ты уже ко сну отойдешь совершенно очищенным. Сиди, а вот прошу прощения, я такой немножко бытовой, может, вам вопрос, задам, а может быть и нет. Всем известно, конечно, что псалтирь написан на церковно-славянском языке, который, к сожалению, у нас не все знают, не все понимают. Есть псалтирь, переведенная на доступный, на русский язык. На каком же языке все же лучше читать псалтирь? Человек, когда он пришел с работы? Ну, лучше всего читать псалтирь, конечно, если он новоначальный. Мы знаем, что новоначальному человеку очень тяжело читать. Ему можно в спокойной обстановке прочитать псалтирь, хотя бы начать с русского перевода, чтобы не было потом у него вопросов, что я чего-то не понимаю. Конечно, когда он прочтет русский перевод, для него откроется тайна, глубина, если он грамотный, если он, конечно, особо просвещенный человек, и у него есть определенные таланты и наклонности, наверное, к чтению вообще книг, то он может прочитать и толковый псалтирь с толкованием, то есть с более глубоким пониманием, чтобы он понимал, что каждая буква священного писания, в том числе и псалтири, она исполнена не только буквального смысла, но еще и таинственного смысла, потому что... Как мы говорим, переносного, да? Переносного, да, вот, мистического смысла, потому что каждое слово, которое используется в том контексте, оно разбирается также в контексте священного писания. В целом, когда говорится, какие-то сравнения, образы приводил сам Господь в Новом Завете, Он поясняет, что означают эти образы. И если те же образы использует псалмопевец Давид, пояснить их словами Нового Завета, Ветхого Завета, другими книгами, то открывается вообще очень глубокий смысл, тот смысл, который немножко разнится с буквальным, но в то же время восполняет буквальный смысл. Это, конечно, великая тайна и великая глубина, которая открывается человеку. Вот поэтому, с чего бы я бы, если есть такая возможность, время и усердие, то, конечно, надо начать с русского перевода, почитать толковую Библию, а потом уже переходить к чтению на славянском языке, потому что он более благозвучный, он красивый, он певучий. Вот для молитвы, конечно, молитва должна изливаться. Молитва – это творчество, молитва – это поэзия, если хотите. И, конечно, человек, когда читает поэтические какие-то сложения слов, то тогда у него и молитва льется легко. А если читать русский перевод смысловой, то ты постоянно будешь засыпляться, как, наверное, лебедь за корягу, потому что нет этого благозвучия, нет этой красоты. Можно читать на русском языке, но уже славянскими словами, без всякого русского перевода. Но и когда человек укрепится в этом, ему надо потихонечку начинать и читать славянскими буквами, именно славянским текстом и славянскими буквами написанным. Здесь он уже будет входить в некую такую древнюю, таинственную молитву, которая была присуща нашему Отечеству. Когда мы открываем церковно-славянскую книгу, ты чувствуешь, что ты входишь в иной мир, в иное общение. Ты приобретаешь другое пространство, другую ступень в своей жизни. И это все тебя настолько внутренне и внешне собирает, настолько обязывает, что ты просто совершенно другим себя чувствуешь, отрешенным от всего этого мира, от того мирского, которым исполнено сейчас, которым исполнено сегодня современная жизнь, и то, что тебя постоянно действительно оскверняет и призывает к греху. Поэтому вот такая последовательность должна быть. Сейчас, слава Богу, во многих храмах, при многих храмах вернее, открываются школы по изучению церковно-славянского языка, причем не только для детей. У тебя говорят для детей, для детей, а сейчас же очень много взрослых воцерковляется, может быть, даже больше, чем детей, и для них тоже, и для детей, и для молодежи, для юных, для людей старшего возраста. Так что можно, наверное, посмотреть в интернете или спросить в ближайшем храме, и все, можно найти, что уже есть. Слава Богу, это очень хорошо. Я знаю многих молодых людей, даже которые участвуют в съемках наших программ, они, снимая по храму, по монастырям, стало так интересно, и они пошли изучать церковно-славянский язык. даже Это правильно. Это правильно, потому что когда мы изучаем славянский язык, мы познаем тайну церковной жизни, богослужебной жизни, понимаем те гимны, которые написаны, которые используются за богослужением, ну и, конечно, открывается глубина священного писания. Поэтому действительно сейчас глубокий интерес и такой живой интерес у наших прихожан, которых становится все больше и больше на приходах. И прихожане наши молодеют в своем возрасте, поэтому они более становятся любознательными. И сегодня такая действительность, что наши воскресные школы, они не являются детскими только. Они делятся на воскресную школу детскую и взрослую. Потому что родители, которые приводят своих детей, они не уходят, они остаются в воскресной школе вместе с детьми. Некоторые присутствуют на детских уроках, для некоторых мы читаем отдельные какие-то ознакомительные лекции или ведем беседы, отвечаем на вопросы. И в рамках всего этого происходит изучение церковно-славянского языка. Поэтому кто желает, он должен обратиться на свой приход в воскресную школу. Организовать такие группы очень сейчас легко и просто. Слава Богу, особенно в столичных приходах такая возможность есть. И поэтому, конечно, лучше всего изучать церковно-славянский язык. церковно-славянский язык ничуть не сложнее китайского, который сейчас очень популярен и по некоторым данным статистическим уже опережает изучение английского языка. Если английский язык был самый популярный, многие идут его изучать, то теперь, так как Китай динамично развивающаяся страна, то и многие хотят заниматься каким-то своим делом с Китаем. Вот изучают, ну неужели церковно-славянский язык, отец-эцелексей, он сложнее, чем китайский? Да нет, конечно, он не сложнее, чем китайский, японский и даже английский, немецкий, украинский. Он наш, это наш язык и он очень красивый. И тот человек, который начинает познавать его, открывает для себя этот язык, он понимает, насколько он высок, велик, насколько он благороден. По-славянски никто матом не ругается, никто не сквернословит и никто не обзывается и так далее. Славянский язык, он действительно для молитвы, для общения с Богом. Поэтому вот так вот надо выстраивать свое отношение к псалтире и начинать, может быть, с самого простого, с самого понятного. Не потому, что нельзя начать со славянского языка, нет, можно сразу начать псалтирь, читать со славянского языка или без перевода на русский язык. Это очень доступно. Но для этого надо больше усердия и какое-то стремление к этому. чтобы глубже понять то, о чем идет речь, чтобы легче было потом освоить церковнославянский. Конечно. А потом, отец Алексей, сейчас есть очень много книг, очень много издается книг приходами и с синодальным отделом русско-православной церкви. И есть псалтирь тоже в разных вариантах. На русском языке, на церковнославянском, как вы говорите, буквами русскими по-церковнославянски есть параллельными переводами даже. Есть, конечно, много изданий, есть интернет, есть возможность выйти на наши православные сайты и сразу найти, наверное, каждый псалом, можно с каждым псалом познакомиться в разных видах, на славянском языке, в русском переводе, русскими буквами, вот, с толкованиями и так далее, и разных-разных толкователей. Сейчас такое прекрасное, замечательное время, в которое мы можем познакомиться с псалтирию совершенно в разных изданиях, форматах и с разными толкователями, о чем можно было только даже не мечтать, мы даже не думали об этом в советское время. То есть, это было паче смысла и разума. Вот сейчас все это есть. Такая прекрасная возможность для тех, кто хочет приблизиться к псалтире, понять ее, молиться по ней, радоваться жизни, каяться через псалтирь, освящаться, есть полная возможность. Спасибо большое, отец Алексей, что мы завершаем нашу программу. В следующей нашей передаче мы с вами продолжим изучать псалтирь. Спасибо вам, батюшка. Храни Господь вас, спасибо. Благодарю все, кто смотрел сегодня нашу программу, следующую передачу с отцом Алексеем Ладыгином мы также посвятим изучению псалтири. Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь и, как всегда, желаю мира и покоя вам и вашим семям. Всего доброго. Господи, Господи, зло влюбившись в умышлении Твоем.